всем привет только что прозвенел будильник а надо вставать кто-то в комментариях просила один день из моей жизни в кусты реки как раз тот самый день так что начинаем в первую очередь самое главное не залезть в телефон иначе подъем растянется как минимум еще на полчаса вначале иду в душ умываюсь а потом готовлю завтра с душем разобрался и сейчас надо приготовить завтрак овсянка с творогом плюс фрукты и возможно кофе время без 10 7 здесь просыпаются очень рано и на я на один из последних встаю народ уже во всю там завтрак и сейчас покажу что за окном погода отличная светит солнышко играет музычка уже здесь все очень рано встают в 6 пол седьмого уже сидят завтракают я слышу шумят и точно так же рано ложат спать полдесятого действия никого не слышно здесь у меня стоит творог делается насыпаем овсянки 200 грамм и сейчас нужно будет снифетить воду потому что чайника нет залить овсянку водой чуть-чуть молока потом добавляю и нарезать фрукты добавить творог 150 грамм творога с утра овсянка вода уже готова здесь фрукты и кофе иду выбрасывать мусор принципе все как у нас приезжает машина два раза в неделю как у нас частном секторе и забирает все что осталось еще не очень жарко хорошая погода 7 утра завтрак готов и каждое утро под завтраке я слушаю видео уроки английского примерно 8 часов утра немножко задержался я дома иду сейчас к пляжу и какие вообще сегодня планы сейчас немножко прогуляюсь до пляжа похожу купаться не буду потом собираюсь быстренько в спортзал забежать небольшую зарядку поделать со скакалкой дорожка и пару упражнений на ноги это будут наверно выпады что-нибудь еще придумал потому что там для ног в принципе очень мало тренажеров после спортзала поем и поеду хако я хочу посмотреть одну квартиру апартамент и покажу сам хако еще раз покажу пляж и хочу еще зайти в спортзал один спортзалов узнать цену и посмотреть что там вообще есть какие тренажеры ну что разминка закончилась 10 минут и сейчас я еду делать первое упражнение это будет скакалка супер сайте с планкой скакалка минуты планка две минуты и отдых между ними наверное минута может быть вечно смотрю по состоянию после первого подхода таких подходов будет четыре время час начало второго и я сижу на остановке что автобус забыл честно говоря поснимать свой второй прием пищи он был после спортзала это рис 200 грамм сухром сухом эквиваленте плюс 5 яиц вареных и две помидорки небольшие сижу жду по моим подсчетам автобус должен пройти здесь примерно половину второго из кепаса он выехал в час автобус кепас пунтаре нас есть такая замечательная брошюрка она хакова раздается бесплатно ну точнее раздается ее можно где-то в барах получить или же там различных компаниях сервисов и здесь рассказано где поесть можно где можно остановиться также здесь есть расписание автобусов вот например страничка я себе сделал закладочку расписание из хакова сан хосе сан хосе хако пунтаре нас и вот как раз кепас пунтаре нас это то что интересует меня вот час п.м. как раз таки есть автобус до пяти ходят и дальше все то есть смотрите обратно я буду ехать из хако последний крайний автобус в 530 из пунтаре нас а примерно к шести часам он будет хако мне надо быть к этому времени на остановку кстати вот он проехал зеленый автобус это как раз таки из пунтаре нас а в кепас то есть они выезжают в одно в одно время то есть оттуда в час выехал из кепаса сейчас едут навстречу друг другу самый ранний автобус получается выходит из кепаса из пунтаре нас а на встречу не как я уже сказал едут в 4 часа утра 30 минут также в этой брошюрке есть расписание приливов отливов в общем очень удобная книжечкой она бесплатно и ее можно получить в хако здесь с апреля по июль информация актуальная потом обновим я пока сейчас иду в сторону пляжа время еще есть я договорился на 4 часа посмотреть квартиру здесь правда пройти надо будет пару километров но это ерунда потом еще возможно успею погулять здесь вот такой пляж в хаком сейчас я прогуляюсь немножечко пойду наверное дойду до спортзала не знаю как то здесь не не так душевно как у нас в той стране бихупа спасатели малибу здесь волны так помощнее чем у нас сейчас было пар хорошеньких высоких и галька какая-то у нас прям песок песок мелкий очень а здесь такая как галька тоже некрупная вот такой вид пляжа как он и в ту сторону еще вот такой зал стоит 17000 колонн на тысячу дешевле чем у нас конечно он посерьезнее но я честно говоря ожидал что-то лучшего увидеть все иду смотреть комнату смотрю быстро и возвращаюсь идти еще полтора километра здесь очень жарко сегодня теньке прямо замечательно на солнце печет стоит это все дело 400 долларов в месяц конечно дороговато вроде бы такой район спокойный чуть подальше от хакон так ладно будем думать и сейчас я пойду обратно какой-то чуть перекушу от хакон сначала шок такой небольшой балл как-то некомфортно неуютно но сейчас погуляв здесь уже часа два наверно все как-то нормализовалась стала нормально и сейчас думаю что по что поесть на самом деле потому что вариантов много за две недели один день себе сделать хочется чит мило точнее один прием пищи сейчас что нибудь какой-нибудь гады съем здесь и гамбургера есть неплохие и пицца неплохая стоит ну принципе нормальную цену вот не знаю или в киевсе все-таки пойти просто жарковато а там кондиционер работает зашел киевси картошка шесть крыльев соусы 4100 колонны совершенно другое меню все другое единственное но курица крылья ноги остаются а так всякие разные комбо бургеры другие прогуливаюсь вдоль хако уже наверно раз в третий и жду автобуса пять часов вечера автобус как раз таки по идее должен был выйти из понтарайнас и примерно через минут 15 будет на остановке сейчас буду разворачиваться но тут принципе без разницы в любом случае его можно остановить тут есть автобусы которые можно останавливать и которые нельзя директор идущий без остановки они останавливаются только по требованию того кто внутри ну насколько я правильно понял просто так их если тормозить с улицы они не остановятся а есть обычные рейсовые автобусы которые можно остановить на котором я поеду домой так вот красиво фонтанчики такие дела вот оно само хако в принципе это одна улица одна улица и с той стороны уже океан буквально там сколько 300 метров вот уже автобус время минут 20 успел доехать все по расписанию здесь сначала система такая что выходят потом заходят не пропускают те кто заходят спрашивают можно войти и соответственно водитель говорит можно и заходит там сзади на небе что-то невероятное не знаю как будет видно в эту камеру но такой закат обалдеть просто шикарно сейчас попробую ускорить шаг посмотреть закат с океана вид гораздо лучше в общем то уже ничего не видно но все же хоть воздухом подышу морским океаническим точнее запах просто обалдеть какая-то толпа народу там сходка местная наверное хотя здесь очень много американцев по выходным они приезжают в отель здесь рядом отель есть я не знаю прям вот группами дети в основном вот такой получился денек но у меня он еще не заканчивается я пойду поем сейчас это будет снова овсянка но уже 100 грамм и 100 грамм творога и что еще пол банана и все на этом а потом перед сном будет еще один прием пищи ну не перед сном где-то часов полдесятого сейчас шесть часов полдесятого это будет что-то такое тоже белковое или тунца съем или курицу честно говоря курицу не охота я ее уже ел сегодня и съем наверное тунца и салат все может быть чай попьем больше ничего еще я обычно занимаюсь испанским стараюсь по чуть-чуть что-то у меня вообще он слабо идет в английский вроде получше и еще я притащил сюда с собой три книги читаю книги ну плюс монтирую видео сегодня ничего не монтировал сегодня снимал вот народ весь вот народ весь американские дети обалденный океан ну что вот этот день подходит к концу время примерно полдесятого может быть без двадцати тунец чуть-чуть риса решил насыпать немножко рис помидор и салат салатные листья и вода всем большое спасибо за то что ставите лайки комментируете видео в принципе на этом все вот так прошел сегодняшний день это один из дней в Коста-Рике в итоге жилье я это не арендовал сейчас объясню по какой причине сам домик я не снимал но его можно найти в свободном доступе само это предложение я не помню где нашел только его booking или airbnb плюс еще есть хороший сайт три подвизор но наверное те кто путешествует самостоятельно они в принципе знакомы с этими сайтами на них я и ищу себе жилье еще плюс три подвизора в том что на нем идет сравнение вот этих сайтов агрегаторов то есть выдается самая лучшая цена на одно и то же жилье сравнивая с цены выдается самая лучшая цена и плюс там люди оставляют отзывы не только на жилье все эти сайты также есть и в виде приложений на телефон рекомендую кто еще не пользуется это помещение было небольшим с панорамными дверями стеклами не знаю как правильно называется заходишь сразу попадаешь в зал зал совмещенный с кухней заходишь в зал и прямо перед тобой ванна с туалетом слева комната сдается гостя справа комната самой хозяйки и у нее там отдельный санузел плюс на втором этаже есть мансарда открытая открытая площадка с гамаками обдувается все ветерком отлично цена этого жилья было 400 долларов в месяц что мне не понравилось в ходе общения я узнал что у девушки оказывается есть молодой человек и на вопрос о том как он относится ко всему этому то что она будет жить месяц с незнакомым человеком молодым человеком в одной квартире на что он у меня ответил что это нормально у них отношения построены на доверии в общем не парься я не знаю меня этот момент ну немножко смутил я сказал что я подумаю после этого я уехал сказал что напишу в течение двух дней написал на следующий день еще раз объяснил что меня смущает этот момент и на этом мы в общем то распрощались жилье мне понравилось это был самый лучший вариант в районе Хако немножечко за ним получается километра три по цене чуть чуть дороже чем я рассчитывал но в принципе один месяц можно было бы пожить все остальное жилье в самом Хако или в районе пяти километров стоит очень дорого опять же для меня это в районе 600 долларов и выше такая кабина как здесь в Гадком в Бихуко стоит как у меня сейчас который я снимаю стоит 680 долларов показывала женщина в самом Хако 680 долларов чтобы вы понимали здесь в Бихуко я за нее плачу 200 260 по-моему 18 тысяч 16 тысяч колонн поиски жилья продолжаются здесь в Бихуко мне осталось примерно 2 недели так что надо поскорее этот вопрос решать ну что ж на этом все подписывайтесь на канал ставьте лайки кому нравятся мои видео вот здесь где-то ссылочка на инстаграм подписывайтесь на него также там больше фотографий коротеньких видео на этом все будем заканчивать всем пока и до новых встреч